Девушки отдыхают 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 Докстер Девушки отдыхают 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 А? Неуловимый, пиздюк. Я его на самом деле даже толком эту комнату не могу найти. У меня есть предположение, что здесь. То ли в коридоре он опять здесь. У него нет в своем. То ли он здесь в туалете. Что-то беспорядничает. Тарелки покидал. Дон бастерс. Давайте это. Блядь, напрягает. Ладно, короче. Делать ночь? Правильно? Правильно. Блядь, опять мираж поди. Вот, блядь, вот сто процентов. Ребят, даю вот сто процентов, ребят. Блядь, мираж по-любому. Вот что хотите делать? Мираж вот по-любому. Или мимик. Кто там был? Пошли. По-любому. Либо мираж, либо мимик. Кто там? Мираж, да, по-моему, этот хрен такой. Сейчас почитаем. Мираж, да? Мимимимимимимимимимимимимимимик. Так, был неоднократ заметен, что рядом с мимиком появляются призрачные огоньки. Минусовой отпечатки рук, радиоприемник. А мираж, кто такой? Это кто? Это мимик. А мираж, мираж, мираж. Кто это? Не, это мимик, 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 мимик. По-любому мимик. Нет, не мираж. Мимимимимимимимимик. Так, у нас еще нет ни одной камеры с тобой. У нас с тобой нету ничего. Ну смотри, он нас сильно не кушает по этой. Так, а что, я паранормальной активностью не стал свидетелем? Замечательно. А то, что вокруг меня там вот эта всякая херня летает, это как? Это не как? То, что тарелки там падают, летают, это нас ранее. Как бы, ну, летают. У тебя дома вот тарелки летают на кухню. По-любому. Когда батя пьяный приходит. Ну вот. Ну или что-то в этом роде. Вот ну, либо когда ты пьяный приходишь. Я не знаю. А вот, ну кто-то пьяный приходит, короче. И тарелки летают. Так. Так. Распишись мне в журнале. Козел. Тварь. Падла. Не реагирует. На ругательство не реагирует. Возможно, женщина. Женщины, они, знаете, более терпеливые. Мужик бы сразу бы нашел, раз так сразу врыло бы дал и все. А это просто ходит, что-то делает. Опять, наверное, мимик. Второй раз подряд мимик. Ну, как-то странно. Такого не должно быть. Рассудок у нас падает. Значит, сейчас активность повысится. Огонек, да, по-моему, призрачный это? Или это... А, это снег. Это просто снег. Я, знаете, что не могу понять? Я вторую серию подряд не могу понять комнату правильную. А, правильную комнату, ребят. Снежинки, которые летают за окном. Немножко все сбивают. Нету. Это опять мираж. Там, по-моему, бегает. По-моему, вот снежинка вот слева летит. За окном так. Там что-то быстро так пробегает, промелькивает. Это, по-моему, он. Не знаю даже. Может, вторую камеру кто-то скажет. Поставь вторую камеру, не парься. Можно. Но у меня опять на мимик подозрение. Потому что опять какая-то чертовщина творится. Ну, вообще непонятно. Ни отрицательной температуры, ни активности особо. Ни призрачного огонька. Так. А, Роза Декстер. А, Роза Декстер. Роза, это же женщина. По-любому. Это же по-любому женщина. Женщина красивая, женщина счастливая. Пойдем чего-нибудь мы там поставим ей. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы еще, видишь, мы свет не включаем в доме, чтобы она как бы не, ну, не паниковала. А то скажут, ты что, охуел свет включать? А я скажу, да, я как бы немножко ненормальный. А женщина красивая. Давай здесь, кстати говоря, поставим. Потому что у меня есть подозрение, что она еще и в этой здесь ходит. Блядь, кнопки, конечно, управления, я ебал. Ага. Отпечаток. А женщина красивая, женщина счастливая. Что за песня, я не знаю, ребят, просто как бы в голове что-то. Так, подожди, улики. У нас есть... Отпечаток рук. Мимик подходит пока. Возможно, она в ванной. То есть, возможно, просто пересечение комнат немножко неудачное. И на самом деле она в ванной. Я не вижу. Сраного. А подожди. Отпечаток рук. На какой двери может быть? На любой в доме? Или именно на той двери, в которой она находится? Кто в курсе? Так, ну отпечаток рук мы нашли, мы красавцы. Ох, как фонарик. Видал, поставил. Вот это да. Или только там, где она находится, ребят. Ну, я ничего не вижу. Призрачного огонька я не вижу. Почему, кто-то спросит, ты в этой комнате же поставил камеру? Там кость была. И я подумал, что там. Ну, давай даже если мы подумаем о том, что лазерный огонек... Нет. Блядь, пока я думаю, что это мимик опять. Так. Пойдем крест возьмем. Женщин можно отпугивать православным крестом, они боятся. Ну, вот эти вот, знаете, женщины, которые ходят в мини-юбках, вот так ей крест покажешь, она боится. Она шипеть начинает. Да. Вот, а мы-то с тобой такие люди, нормальные. Мы ничего не боимся. Вот здесь положим крест. Вот здесь поставим. Опять выйдем. Покурим. Немножечко с тобой. Буквально минуту. И опять зайдем. В комнату я так не определился. Кто-то спросит, а что ты в подвал не спускаешься? Я очкую. Честно. Я не знаю, есть люди, которые на автомате в эту игру играют. Знаешь, там бегают, там все. Я пизду, я не хочу, мне страшно. Блядь, опять мимик. Ну вот по-любому опять, ребят, мимик. Отпечаток рук есть. Пойдем пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Так, что надо еще сделать там? Благовоние. Благовоние, ребят, вот честно, вот не хочу зажигать. Я понимаю, что за это бабки дополнительно дают, но специально провоцировать призрака, чтобы он вышел. Там с ним что-то ля-ля-ля-ля-ля, там тур-па-ля, там это. Ну в смысле, благовоние зажечь, я не хочу. У меня очко жим-жим, ребят. Я не знаю, как люди в эту игру играют. Ты здесь? Блядь, что надо спрашивать, ребят? Я так и не знаю, что спрашивать. Я просто две серии подряд записываю. Ты здесь? Что-то надо спрашивать. Понял. Она сказала, да. Женский голос говорит, да. Я говорю, ты здесь? Она говорит, да. На правое ухо мне. Пошептал, я же, блядь, чуть не обосрался. Пожалуйста, радиоприемчик. Мимик! Я говорю, мимик, она опять ходит, хуй пойми как, эта женщина. А что еще с мимиком? Что еще мимик получается? Что там надо мимику еще? Мимик. По-любому мимик. Минусовая температура. Она по-любому была. Минусовая температура. У нас в твоей комнате 0,1. Что-то было 0,3. Что-то такое 0,3. Ну, опять вот эта вот, знаете, температурка. Вот. Радиоприемник есть? Отпечаток рук есть? Отпечаток рук есть? Минусовая температура. Но она есть по-любому. Мимик. Мимик. А, он даже может имитировать даже другие виды призраков. Ага. Неоднократно заметил, что рядом с мимиком появляются призрачные огоньки. Но мы не видим этого призрачного огонька. Вроде бы как комната-то это. Ну, этот есть. То есть, ты слышал там, ээээ, вот эта вот она. Да, говорит. Я говорю, я тебе нравлюсь? Я сексуально? Она говорит, да. Ну, она сказала. Так, оставить свидетельку про нормального явления. То есть, это как? Ничего, я не стал, да? То есть, ну, то, что там тарелки все разбросаны по дому, это хуйня. Я понял. Честно говоря, мне и возвращаться неохота. Да. Нихера мы с тобой не сделали. Новый год на дворе. Вот. Мы с тобой на самом деле нихера не сделали. Может было пофоткать, благовонь там зажечь. А, 64. Чтобы она появилась, надо рассудок убивать, короче. Ну, я за мимика, ребят. Я не знаю, как вы. Я лично за мимика. Ну, смотри. Фантом и полтергейст. Давай посмотрим. Фантом, полтергейст. Кто такой? Запись в блокноте. Запись в блокноте он не делает. Практически безоружен, если ему нечем бросаться. А, кстати говоря, он часто бросался. Призраки. А пол... А кто там? А фантом? Если вам удастся сфотографировать фантом, он на время исчезнет. Обычно появление фантома связано с неосторожным использованием доски лучше. Ну, полтергейст может быть, потому что он все бросает. Может быть и мимка. О, призрачный огонек. Нет, это снежинка. Мне кажется, мне опять... Знаете, ну, ту серию, кто смотрел, тот знает. У меня... Ну, меня в той серии наебали. И в этой серии мне опять наебают. Мне кажется... Нас опять здесь наебают. Так, ну, давай пойдем попробуем зажечь боговонья, если что наеб, да, нажимать. Попробуем около призрака сейчас что-нибудь поделать. Потрясем своими красивыми глазами. Она в шоке будет. Ладно, я не знаю, почему я это пою, ребята. Это просто песня. Ну, смотри, а может полтергейст, кстати говоря. Все бросает, бросает. Все бросает, бросает. И бросает. А. Кстати, давай вот так вот посмотрим насчет этого. Распишите меня, пожалуйста, в дневнике. Мам. Это, учителю надо показать, что, как бы, ты увидел, что у меня двойка по физике. А мне даже здесь спрятаться нет. Не хочется расписываться. Потому что она знает, что ее сын бездарность. А может полтергейст, кстати говоря, здесь. Мне кажется, блядь, мимик. Пойдем так посмотрим. Может без лазерной это будет видно. Призрачный огонек может. Просто опять то же самое, ребят. Копия то же самое, самого что и было. Не, призрачного огонька нет. Но то, что слева летает за окном, но это снежинки. Знаете, что было прикольно, если так вот сматриваешься долго. Скример бы резко вылезал. Вот это было классно. Ладно, поехали, короче, насрать. Свидетелем про нормальное явление я почему-то не стал. Хотя там все, весь дом перевернут. И странно это не засчитывать за явление. Вот, благовония мы опять ничего не зажали. Да и хер с ним, ребят, хер с ним. Я понимаю, кому-то это неинтересно. Так, типа, ты не все делаешь и так далее. У меня очко жим-жим, ребят. Я вот говорю уже вторую серию, у меня очко жим-жим. Я не хочу. Я честно, я ссыкун. Полтергейст, да, сейчас будет, скажешь. Потому что много вещей. Фантом. А Фантом это кто? Это все-таки Фантом был? Ну, мы 70-ку заработали, нам, в принципе, насрать. Паранормальных явлений ноль. А то, что там мебель раскидана, там картины, это не паранормальные явления. Фантом. Фантом, Фантом. Подожди. Давай зайдем, почитаем про Фантома. Не оставайтесь в темноте слишком долго. Фантом, Фантом. Почему нельзя там, вот, разработчики? Я понимаю, что вы меня не смотрите, потому что у меня нет просмотров, но почему нельзя делать вот, чтобы эту книгу можно было почитать там, в лобби? Почему именно только в игре-то? Один лишь вид Фантома заметно съезжает ваш уровень рассудка. А, лазерный проектор все-таки был. А, да, я же говорил вначале, что я видел, как будто кто-то по лазерному проектору пробежал. То есть... Ну, ладно. Ну, ладно. О, Бетти, кстати. Опять женщина. Но мы уже с тобой увидимся в следующей серии когда-нибудь. Вот такая серия получилась, но я думал, что опять мимик, ребят. Welcome back. Здорово, мужик. Блин, какой ты стремный. Как мне не нравится то, что на меня вот сверху смотрят. Это моя любовь. Чихнула. Будь здорова. Вот, болеет просто. Включаем бумбокс. Тебе как там, нормально? А? Сидит на чердаке. Вот. Ну, вот такие вот, ребят, прыгай. Соль. Кто-то спросит, а что соль не раскидываешь? А по-моему, за соль вообще нихера не дают за эти отпечатки. А вот сколько ее сфоткают, что-то нихрена ничего не дают. Ладно. Уин с тобой уже в следующей серии. Кубить что-нибудь в магазине. Ладно. Потом. 300 баксов у нас есть, в принципе. Что-нибудь купим в магазине когда-нибудь. Вот. Увидеть с тобой. А, кстати говоря, купить. А что у нас нету? Лазерный проектор, блокнот, радиоприемник. Да все надо на самом деле покупать. То есть радиоприемник, термометр. Надо бы все. Это УФ фонарик, видеокамера, свечи, распятие, фонарик. А, камера. Ага, зажигалка. Давай зажигалки все купим. А что, 5 зажигалок можно купить? А сколько здесь всего зажигалок можно купить? Или сколько хочешь. Направленный микрофон. Направленный микрофон зачем нужен? Через стены на большом расстоянии. Это портативная версия датчика звука. Да. Давай направленный микрофон. Купим, попробуем. Фотокамера, благовония, соль. Давай еще одну благовонию купим. Датчик звука. Давай купим датчик звука. Штатив, мощный фонарик. Датчик движения. Ага, давай купим тоже. А то у меня не было ни разу. А, и все. И все, мы больше ничего с тобой не купим. Да, еще один лазерный проект. А у меня есть один? У меня один, да, есть. Давай еще один купим. Ну-ка, добавить все. Все добавим. Ага, видеокамера, зажигалки. Угу. Зажигалка еще у нас одна в наличии. Понятно. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Чего-нибудь еще поохотимся. Здорово, парень. Ну, в смысле, до свидания. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Чего-нибудь поохотимся. Еще что-нибудь сделаем. Купить что-нибудь в магазине. Кстати, дать 10 баксов. Ладно, всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok